Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моем парфюмерном канале, заходите в гости, подписывайтесь, конечно же устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет видео для любителей люкса и поговорим мы с вами про супер классные бомбезные ароматы люксового сегмента, которые могут дать фору даже каким-то более дорогим нишевым ароматам. Это парфюмы, которые прошли уже огонь воды медной трубы, то есть это не новинки, но которые были актуальны несколько лет назад, актуальны сейчас и будут актуальны многие года в будущем, потому что это правда очень-очень красиво. У меня будет несколько travel форматов, потому что два аромата, с двумя ароматами я знакома, один аромат новинка, с которой я очень давно хотела познакомиться и наконец-то это свершилось. И в довесок к этому набору я принесла еще два своих аромата, которые также подходят по данную тематику. Но вообще люксовых ароматов, которые звучат нам на самом деле всегда актуально, которые звучат дорого, которые звучат умопомрачительно красиво, в моей коллекции намного больше. Поэтому если вам такое откликнется, давайте обратную связь, будем снимать дальше. Начать я хочу с аромата, который незаслуженно всегда обходил стороной. Я знала то, что он красив, я очень много раз слышала хвалебные отзывы касаемого данного парфюма. Это у нас Cartier, аромат называется La Pantera, именно версия парфюм. У меня вот эти вот стандартные пробнички от магазина Rendezvous на 8 мл, я заказала себе именно в таком формате, просто чтобы попробовать и пару ароматов, чтобы вспомнить. Ребят, ну, знаете, я, когда его вдохнула, я просто потеряла на какое-то время дар речи, насколько это красиво. Я его носила прям вот целый полноценный день, ну, вот в какой-то из выходных, которые были недавно. Насколько классным образом он вписывается в теплую осеннюю атмосферу, это просто непередаваемое попадание. Это фруктовый шипр, такой очень мягкий, женственный, с медовыми такими переливами. Мне он напоминает немного аромат от бренда Cicely Soir de Lune, но если тот аромат от бренда Cicely тоже, это классика на все времена, это просто великолепство и мощь. Но если Cicely, он более такой специфический, более яркий, более строгий, потому что там в составе композиции есть специи, по-моему, кориандр прям очень-очень сильно слышен, то в данном аромате, в пантере, здесь нет как таковой специевости, именно поэтому он чувствуется очень мягким, таким прям родным, таким комфортным. Настолько это красиво, это просто непередаваемая игра слов. И вместе вот с этим фруктовым шипрово-медовым аккордом нам добавили красивущий абрикосовый османтус. Османтус всегда отвечает за женственность, османтус всегда отвечает за какую-то такую гладкость в аромате, за притягательность, за супер-супер комфортный, привлекающий внимание шлейф. Вот здесь он сыграл такую же роль. Я просто без преувеличения влюбилась в данную пантеру, если, ребята, вы знакомы, потому что я на самом деле хочу продолжить знакомство с этими ароматами. Я знаю то, что пантер очень много. Черкните, на что еще стоит обратить внимание. Еще раз повторяюсь, у меня версия парфюм. Можно какая-то из них чуть полегче, возможно, какая-то из них, наоборот, более медовая. Обязательно пишите, если знакомы. Я настолько прониклась вот этим вот ароматом, что это однозначно флакон, вот просто без преувеличения, опять же. Если любите фруктово-шиперовое направление, если любите классику, если любите что-то такое строгое, но тем не менее изящное, тем не менее то, что бы обращало на себя внимание. Любите женственность, любите, вот любите все то, про что я вам рассказала, обязательно, обязательно присмотритесь. Еще раз повторюсь, то, что я, если честно, не ожидала такой красоты. И еще у меня будет два аромата из той же самой категории, которые звучат дорого-богато и к которым однозначно стоит прикоснуть свой нос, если вы любитель парфюмерии, если вы человек увлекающийся и до сих пор не в курсе, как это пахнет. Друзья, ни для кого не секрет, что я очень часто делаю парфюмерные покупки на сайте магазина rendezvous.ru. Почему? Потому что здесь огромный ассортимент, можно найти как более доступные туалетные воды, так и эксклюзив, винтаж и какие-то снятости и редкости. Также на сайте постоянно действуют скидки, распродажи, специальные предложения, что, конечно же, не может не радовать. Очень удобный формат пробников и миниатюр, когда хочется познакомиться с большим количеством ароматов, но не хочется тратить много денег. Также у них огромный выбор различных аромабоксов, и я хочу вам показать, допустим, мой аромабокс для уютных вечеров, который будет максимально актуален тогда, когда хочется создать уютное настроение и себе, и окружающим вокруг. Для того, чтобы сделать заказ еще более выгодно, применяйте в корзине мой промокод 10споли, он действует на все заказы от 2500 рублей и суммируется со всеми скидками, акциями, специальными предложениями, которые действуют на сайте. От 5000 действует бесплатная доставка, супер выгодно, супер классно, поэтому пользуйтесь на здоровье, я желаю вам удачных, приятных покупок, а мы с вами продолжаем. Следующий аромат в таком же пробничке это Yves Saint Laurent Manifesto, у меня он был прям целый флакон лет, наверное, 7 уже назад, это как раз было самое начало увлечений. Я помню, тогда также заказала вслепую по отзывам, была еще не искушена парфюмерией вообще. Я помню, когда я впервые его вдохнула, для меня это было настолько шокирующе, что я, если честно, не могла никак сориентироваться, что, 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 что же мне про него сказать, как же мне его описать. Именно прям даже для себя. Он мне показался настолько ярким, настолько сладким, настолько торжественным, что вкуснее, наверное, и не придумаешь. Да, он мне очень сильно понравился, но он мне показался как будто бы чересчур. И знаете, мне в голове пронеслась мысль, куда же я буду тебя такого красавца носить. И первое, куда я его надела, это мы с мужем ходили в театр, мне показалось, что это будет самый лучший выбор парфюма именно для такого торжественного мероприятия. Я его надела вместе с какой-то у меня такой был аккуратненько-черненькая платьица, и пошли мы с ним в люди. А я еще тогда сидела в декрете, маленький ребенок, у меня его взяли родители к себе, по-моему, даже поночевать. Это было не совсем часто так было, потому что такой капризулька рос. И вот знаете, я такая окрыленная, я такая свободная, я такая прям вот в предвкушении, то, что у меня будет такой вот прекрасный чудесный вечер, еще и с таким парфюмом. Мне казалось, я королева, прям не меньше. И я его заказала себе еще раз в таком вот отливантике, потому что в таком вот тревел-формате. Флакон у меня, да, уже, к сожалению, закончился, я забыла, как он пахнет. Мне очень захотелось вспомнить, мне очень захотелось обновить эмоции. И когда я его распылила, я, конечно же, улетела в эти 7, там, не знаю сколько, 8 лет назад. Конечно же, таким вот прям вот с ног сшибателем, головокружительным он мне не кажется. Но это однозначно очень красивый аромат, скорее всего, на тему ванили. Потому что, ну, такая ванильная нотка отчетливая. С ванилью вместе слышу черно-смородиновый джем, ну и однозначно какие-то белые цветы, которые оттеняют всю эту сильную сладость. Ваниль не липкая, джем не сильно сладкий. То есть, все так, как нужно. И в то время он мне показался супер-гипер-сладким, потому что, на самом деле, я не носила такие вот ароматы. Сейчас я понимаю, что есть намного слаще, слаще и в десятки раз. А этот аромат достаточно политкорректный, спокойно его можно носить на постоянной основе. Единственное для меня условие, это должна быть прохладная погода, зима, либо поздняя осень. Потому что в сильно жаркую погоду я такое не сильно люблю. Знаете, понравится любителям Армани Си, вот там тоже такая джемовая черная смородина. Они абсолютно не одинаковые, но у них схожее такое немного направление. Поэтому, если любите подобные ягодно-сладкие джемовые ванильные ароматы, обязательно присмотритесь. Хочу, конечно, я, скорее всего, себе флакон, опять и снова. Но понимаю, что, в принципе, мне, наверное, будет достаточно такого формата. Потому что при такой обширной коллекции флаконы, флаконы пользуются очень-очень минимально. Поэтому я думаю, что когда я использую этот тревел-формат, этот отливан, то мне, наверное, уже, может быть, и не захочется. Посмотрим на то, что это однозначно красиво и ностальгично для меня. Это, конечно же, супер-супер, стопроцентный факт. Следующий аромат в таком же объеме, это Yves Saint Laurent Cinema. У меня он был в такой вот небольшой миниатюре, был и есть в форме сплэш. Поэтому, как бы, пользоваться этим ароматом не совсем удобно, но он мне безумно нравился. И я решила заказать себе такой вот тоже флакончик маленький. Такие форматы не бьют по карману, а пользоваться им можно достаточно долго. Потому что, на самом деле, вот такого объема хватает. Мне хватает надолго, конечно, при большой коллекции. Таких объемов хватает надолго. Потому что каждый день это не в ходу, а так вот в охотку, конечно же, бывает в тему. Это, опять же, очень красивая ваниль. Так подобралось сегодня, то, что практически все ароматы в том или ином проявлении содержат эту ноту. Но ваниль именно не кондитерская, не ванилин, не сильно сладкая. А ваниль очень сдержанная, благородная. Знаете, я так называю древесная ваниль. То есть, пахнет сладко, с оттенками дерева. По-ванильному, да, сладко, с оттенками дерева. И в Сен-Лоран Синема. Это к какому-то фильму или походу в кинотеатр меня это не относит. Просто, как обособленное название, обособленный аромат. Это очень красивая ваниль, жасмин и цитрусовые именно цукаты, которые каким-то образом перемешали вот с этой ванильной пудрой. То есть, это явственный ваниль. Ваниль, ну, что-то такое сдобное, сладкое. И эта ванильная нота оттенена звонкими, свежими, именно цитрусовыми такими осколочками. Мне чувствуются почему-то цукаты, которые придают аромату немного свежести. То есть, он и сладкий, он чуть-чуть свежий. Опять же, все в меру. Супер комфортный, супер классный в носке. Очень мне нравится. Мне, кстати, флакончика не было полноценного. И вот здесь я уже задумывала. Здесь я, скорее всего, хочу себе флакон. Потому что, ну, это правда. Вот я даже сравнить его не могу ни с чем. За моей спиной, не знаю, тысячи, наверное, ароматов, которые я понюхала, которые я пронесла через себя, которые в той или иной мере произвели на меня впечатление. Но, чтобы сравнить и найти какой-то аналог, какой-то похожий, причем ароматов на тему ванили их массы, их миллион, их просто на каждом шагу одна ваниль. А здесь я не могу не найти, не могу найти ничего похожего. Он, опять же, такой вроде бы сладкий, но одновременно с этим строгий, такой какой-то бархатный, такой вот теплый, уютный, согревающий, супер классный. Просто обожаю. Все. С новинками мы закончили. И в довесок к ним я приготовила два аромата, которые я также считаю просто гиперудачными в сегменте люкса, которые были актуальны много лет назад и будут актуальны, я надеюсь, многие года. Надеюсь, это не с ним. Не нужно будет за ними гоняться втридорога. Хотя у меня есть вообще большое желание вот это дело как-то задублить. Но, с другой стороны, я себе дала за рог вообще не заниматься никакими дублями. Это у нас Lancome Hypnose. Это большой флакон. Я не помню уже, они идут на 100 или на 90 миллилитров. То есть здесь, в принципе, как будто бы и достаточно. Надеюсь, что здесь все будет хорошо. Но, если честно, это то, что всегда должно быть в моей коллекции. Это безупречный, опять же, ваниль. Кстати, даже то, что в составе есть ванильные ноты, можно заметить по содержимому. Потому что, когда аромат новый, не знаю, как сейчас, по крайней мере, у меня так было, кстати, уже второй флакончик. Он был нежно-фиолетового цвета. Но с течением времени этому флакону также уже немало лет. Как я уже сказала, это то, что всегда со мной. То, что всегда, я надеюсь, будет со мной. Он приобретает такой вот коричневый, коричневый какой-то оттенок. И становится более густым, более насыщенным. Шикарная история. Опять же, не надо стоить дорого для того, чтобы звучать роскошно. Свежесладкая ваниль. В сочетании с, опять же, какие-то белые цветы, жасмин. И что-то такое вот прям легкое, свежее, как будто бы глоток чистого воздуха, что делает эту ваниль максимально легкой. Мне категорически сложно раскладывать его на ноты. Я специально не стала смотреть пирамиду, потому что смысла в этом не вижу. Для меня это прям вот какая-то такая вот объемная отдельная история, абсолютно уникальная, которую не хочется раскладывать на ноты. То есть, это ванильность, которая настолько свежа, что чувствуется как вот прям глоток свежего воздуха. Это просто наикрасивейший люкс, который, по-моему, в сегменте бюджетных сейчас, если я не ошибаюсь. Если хотите чего-то такого, чтобы стоило недорого, но привлекало внимание со стороны, это однозначно тот вариант. Здесь ваниль более, кстати, свежий, чем в предыдущих ароматах, про которые я вам уже рассказывала. Но, тем не менее, однозначно также очень красивая, без липкости, без назойливости. Мой любимчик сквозь года. Скоро наступит его время. Я его люблю носить ближе к зиме, такой вот период межсезонья. Он настолько комфортен, также настолько как-то воодушевляет, что ли, не дает скиснуть совсем, когда начинается период вот этой серости, период, когда всегда на улице темно. Вот этот вот ноябрь. Подобного рода ароматы не дают скиснуть, да, придают какой-то такой бодрости, короче, красотуны. И последний на сегодня, это вот такой вот также супер замечательный, любимый мой аромат от бренда Живан Шарганза. Уже также второй флакон, который однозначно должен быть всегда в моей коллекции. Это та классика, это тот люкс, который даст фору, однозначно даст фору некоторые ниши. Что самое интересное, люкс, он такой понятный, он такой всегда без каких-то заморочек, что на самом деле он очень, этот люксовый аромат в большинстве случаев очень нравится людям со стороны. Ну, естественно, когда мы носим ароматы, нам хочется не только самим наслаждаться этим замечательным запахом, нам, конечно же, очень льстит, когда его отмечают кто-то посторонний, поэтому, если вам это актуально, да, информация это актуальна, по крайней мере, я считаю то, что люксовые ароматы, они более понятны со стороны, в большей мере привлекают внимание окружающих. Чудесный белоцветочный аромат, цветы немного душные, плотные, яркие. В первую очередь я здесь слышу, конечно же, туберозую горденью с тугими, упругими, такими прям супер-супер сочными лепесточками. Апельсиновый цвет, который придает немного горечи, чистота нероли и ореховость. Знаете, я думала, у меня немного фантазия разбушевалась, когда однажды я услышала в данном парфюме запах грецкого ореха. И когда я читала, потом пошла читать комментарии, оказывается, я такая не одна. Многие слышат в органзе ореховую составляющую, именно скорлупку грецкого ореха, либо перегородку. Вот, знаете, даже, наверное, не самую мясистую часть, а именно вот запчасти, да, запчасти от грецкого ореха. Это очень красиво. Ореховая нота красивейшим образом оттеняет вот эту вот плотную, яркую белоцветочность. И аромат также, кстати, темнеет с течением времени. Поэтому мы предположим, что здесь также есть ванильность, которая больше уже цветочная. То есть здесь больше нектара, больше пыльцы, больше меда. Именно цветочного направления. Это очень красивый, плотный, яркий белоцветочный букет с ореховым послевкусием. Я люблю такое носить в августе, я люблю такое носить летом, я люблю такое носить в жаркую погоду, когда цветы вот эти вот плавятся, раскрываются на тебе во всей красе. Очень комплементарный аромат. Мои домочадцы всегда отмечают этот аромат, когда слышат его с меня. Поэтому присмотритесь, если вам такое нравится, если вы любите люкс, если вам хочется чего-то новенького, а вы про эти ароматы еще и не знали. Все, на сегодня это все. Если это видео было вам интересно, полезно, давайте обратную связь. Внизу пишите ваши любимые люксовые ароматы, которые звучат в разы дороже каких-либо нишевых парфюмов. Давайте общаться. Все актуальные соцсети также внизу. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и чтобы быть чуть ближе. Я вас всех люблю. Целую. Пока. До новых встреч.